Девушки отдыхают Мы находимся на побережье реки Москвы. Здесь боевого соприкосновения с противником не было. Но это зона обороны, она была в ближайшей к линии фронта. Здесь стояли наши войска, здесь стояли прожектористы, зенитчики. Отсюда вела огонь батарея «Катюш». Здесь находился военный госпиталь. И сюда, из-за Москва реки, которая находится за моей спиной, боевые действия велись в деревне Аксинина, Горяч, Полицы, Липки. Оттуда сюда перевозили раненых, сюда перевозили павших бойцов. И здесь захоронили. Неслучайно на местном кладбище находится братская могила советских воинов. В роли фашистов и красноармейцев сегодня участники 15 военно-патриотических клубов со всего Подмосковья. В реконструкции задействовано более 80 человек. Два месяца подготовки и репетиции. Все для того, чтобы передать атмосферу тех дней. Делаешь второй шаг, поставил ее сюда и уколол. И главное остаться на ногах, не упасть. И бам туда, в мяч. Молодец. Отлично. А теперь укол. Все, зачет. Освоить основные приемы защиты, подержать в руках военное оружие, посидеть за рулем трофейного немецкого мотоцикла, отведать еду из полевой кухни. В день воинской доблести здесь, на небольшой территории, зрители буквально погрузились в военное время. Это день победы советских войск под Москвой. Начало контрнаступления, начало перелома Великой Отечественной войны. И, конечно, наша память – это то, что объединяет народ. Посмотрите, сколько зрителей сегодня пришло, для того, чтобы почтить память наших героев и павших на этих полях. То есть история этой земли, она объединяет людей, которые здесь живут. Дунинский рубеж – это детальное воссоздание боев за Подмосковье, возможность еще раз напомнить, какой ценой далась победа, говорят организаторы. Перед началом реконструкции провели панихиду торжественный митинг и возложение цветов, чтобы отдать дань памяти всем, кто погиб, защищая столицу. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова